Индия станет первой страной-гостем на Духе Огня. Об этом сообщила Наталья Комарова на 13-м российско-индийском бизнес-форуме в Москве. Благодаря поддержке Россотрудничества индийский кинематограф будет представлен новейшими картинами, а делегацию страны возглавит лауреат премии Оскар за фильм «Миллионеры струщоб» Рисул Пукати. Кроме того, губернатор Югры отметила положительную динамику сотрудничества с Индией. Напомню, что международный фестиваль кинематографических дебютов Духа Огня пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. Казалось бы, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Индия – это мало совпадающие единицы. Но на самом деле мы очень похожи своей многокультурностью, многоязычием, многоконфессиональностью. И на этом простом основании вот эти вот отрасли и проекты, о которых я упомянула, в области креативных индустрий, они играют колоссальную гуманитарную роль, потому что именно креативные отрасли на самом коротком плече человек к человеку. В Ханты-Мансийске стартовал форум лидеров региональной команды Всероссийского конкурса «Большая перемена». Участники обсуждают условия для развития познавательного интереса, лидерских качеств, популяризацию конкурса среди молодежи. За два года количество участников увеличилось почти в четыре раза. В конкурсе принимают участие школьники пятых, одиннадцатых классов, а также студенты техникумов с первого по третьей курсы. Участников научат развивать креативные способности, работать в команде для достижения максимального результата. В рамках образовательного интенсива наградили региональных победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Всего 11 человек. Они получили призы 200 тысяч и 1 миллион рублей. Их научат, во-первых, доводить до конца, сначала отбирать самые яркие, самые интересные, самые потенциально продуктивные идеи, упаковывать их в готовую модель для реализации и рассчитывать эффекты. Они научатся, как сделать так, чтобы в куче обсуждений идея не умерла, как не отказаться от ее золотого ядра. Для меня это даст в первую очередь такой тимбилдинг с командой, потому что у нас команда очень сильно обновилась. И мы, так скажем, больше будем коммуницировать между собой на протяжении этих дней и предложим идеи для развития региональной команды, которую потом воплотим в жизнь. Оперативно решать коммунальные вопросы югорчанам поможет новое мобильное приложение. Это ГИС ЖКХ «Дом госуслуги». Для его использования у собственника должна быть учетная запись госуслуг и недвижимость с подтвержденным кадастровым номером. Платформа поможет сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства более понятной и прозрачной, а также обеспечит простой доступ к данным. Югорчане могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ и органами власти различных уровней. Через смартфон жители могут не только передавать показания и следить за историей расходов, но и участвовать онлайн в общедомовых собраниях, контролировать график работ по капитальному ремонту. Сургутский государственный университет ждут игры, мастер-классы и квесты.